Приветствую всех и предлагаю сегодня мнение о матче пятого тура чемпионата Италии, в котором Лацио принимал Неаполь. Центральной игрой считалось, конечно, Миланское дерби, но на мой личный взгляд, сила данного противостояния уже достаточно давно не соответствует этой когда-то мощнейшей вывески европейского футбола, ни по качеству, ни по составу участников, включая и тренерские позиции. А вот на обновленный Наполи и команду Сари было очень интересно посмотреть. Напомню также, что Неаполь является очень неудобным соперником для Лациали. Однако самое начало этого матча прошло с преимуществом римской команды. Более того, Дзакани на четвертой минуте отправил мяч в ворота коллектива с Палетти. И вообще, минуты до пятнадцатой хозяева поля доминировали на газоне. Но в дальнейшем Наполи постепенно пришел в себя и завладел инициативой, не отпуская ее до перерыва. Преимущество гостей было очень заметным, что логично привело к ответному голу на тридцать восьмой минуте. После стандарта отличился новобранист Южан, корейский футболист Кин Мин-Дже. Надо отметить, что взятие в рот было зафиксировано при помощи электроники. Мяч от перекладины опустился за линии ворот лишь на какие-то сантиметры. И боковой рефери вряд ли смог принять правильное решение в этом эпизоде без электронной системы взятия ворот, а скорее бы гол был бы не засчитан. Итог первой половины 1-1 при полном игровом превосходстве гостей. Также хочется отметить невероятную игровую активность еще одного новобранса на поле грузинского легионера Хвичи Кварцкелия, выступавшего совсем недавно в РПЛ за Казанский Рубин. Во втором тайме доминация команды Спалетти продолжалась. У гостей было подряд целая россыпь опасных голевых моментов, но мяч в ворота не шел. Латшо уже с трудом сдерживал этот постоянный натиск гостевой команды, не имея возможности что-то самому сотворить у чужих ворот. Команда Спалетти весь матч очень высоко прессинговала, создавая противнику сложности уже у его штрафной. Все усилия гостей привели таких к взятию ворот Латшо на 61-й минуте и отличился именно грузинский новобранец неаполитанского клуба Кварцкелия, забивший красивый мяч. Сделав ряд замен, римляне смогли активизировать свою игру в последние 10-ти минутки матча. Однако сравнять счет в итоге не удалось 2-1 победа Неаполя. На мой взгляд, получилась интересная игра ни в чем не уступившая по качеству футбола миланскому дерби и команда Спалетти наиграла конечно на большую разницу в счете.